А больше 30 уникальных операций на сердце проведут казахстанские аритмологи. Особенность в том, что специалисты используют передовые системы трехмерного навигационного картирования. Инновационные процедуры пройдут в рамках мастер-класса российского кардиолога. Специалисты говорят, что такие оперативные вмешательства – настоящая революция в лечении сердечных болезней. За ходом операции наблюдала моя коллега Айман Каймульдина. Команды «Скальпель» сегодня мы не услышим. Доктор Артур Абдемамунов аккуратно пунктирует центральные сосуды и вводит катетеры. 3D-технологии позволяют ему увидеть каждое скрытое место внутри органа. Пациентке 74. Предварительный диагноз – смерцательная аритмия. Пока обнаружили только один патологический очаг. Через 15 минут с начала операции кардиохирург нашел еще несколько поврежденных сердечных мышц и устранил с помощью высокотехнологичных инструментов. На кончике этих катетеров располагаются электроды. Есть специальные электроды, которые с кончика подают радиочастотную энергию в миокард. Таким образом, эта радиочастотная энергия повреждает миокард. Мы добиваемся уничтожения патологических тканей. Ирине Романенко провели радиочастотную катетерную абляцию два дня назад. Коварный диагноз поставили 10 лет назад. До этого момента женщина не могла пройти и 200 метров без отдышки. А сегодня в коридорах клиники провела первую пешеходную тренировку. Сейчас у меня холтер. И перед тем, как вы приехали, я прогулялась несколько кругов по отделению, чтобы как раз таки посмотреть, как будет себя вести нагрузка. Я хорошо иду, дышу, без отдышки. Алматинские кардиологи под руководством российского хирурга Сергея Артеменко успешно прооперировали троих пациентов. В планах провести более 30 операций различной сложности на сердце. Раньше строились трехмерные модели. Они строились точкой за точкой. Это занимало больше времени. Больше надо было и опыта самого хирурга, чтобы это построить. Сейчас, конечно же, технологии очень передовые, самые высокотехнологичные. Позволяют уже с помощью, допустим, даже в граммах видеть, соответственно, степень прилегания к стенке сосудов. По словам специалистов, около 20% всех ишемических инсультов возникают вследствие этой коварной болезни. Только за прошлый год алматинские кардиологи прооперировали порядка 600 пациентов с аритмией. Айман Каймульдина, Ерик Керемкулов, Жебек Жола, Алматы.